Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот я все-таки буду иметь дело чуть-чуть сейчас вот с этим уравнением и хочу изучить для решения этого уравнения вот такие величины, которые мы обозначали так вот. Площадь под графиком, то есть интеграл по всей оси от функции u от tx dx. И энергия. Ну, она же, в общем-то, кинетическая энергия. Это одна вторая, u в квадрате, опять-таки, от tx dx. Интегрирование идет по x, по всей оси. И, соответственно, я предполагаю, что это решение таково, что эти интегралы существуют, что функция u хорошо себя ведет на бесконечности. Ну, лучше всего, если бы она была финитной, то есть обращалась в ноль вне какого-то отрезка по x, но не всегда такое вообще у нас будет возможно из каких-то совсем других соображений. Но, поэтому, если говорить аккуратно, ну, что там, хорошо убывает на бесконечности. Ну, так вот. Хорошо убывает функция на бесконечности и одной, и другой. Ну, в частности, в чем вместе с производными, в частности, на бесконечностях она ноль. Естественно, раз она хорошо убывает, убывает к нулю. Ну, опять-таки, в большинстве теоремы можно считать, что она финитная и просто вне какого-то отрезка равна нулю. Почему я говорю в большинстве? Потому что в одной я все-таки вместо этого нуля напишу вот такой вот член. Там, вязкость, чтобы еще почувствовать, как она. Ну, ладно, начинаем доказывать. Ну, несколько теорем касались классических решений, то есть неразрывных. А именно, что на классических решениях, давайте, на классических решениях этого уравнения S от T равно константа. Это была первая теорема, и, кажется, даже я ее успел доказать, но она, собственно, такая простая, что не жалко и повторить, потому что все было бегом. Значит, если у нас есть классическое решение этого уравнения, я смотрю, как ведет себя эта штука. Что я там делаю? Я беру и просто дифференцирую это выражение под знаком интеграла. Дальше. В силу уравнения заменяю производную по T на минус производную от какого-то вот такого выражения, но по X. А потом, радуясь, что мне производную по X, по X же и нужно проинтегрировать. Что, соответственно, вот, пожалуйста, будет минус F от U. Первообразное. Соответственно, надо подставить, чему она там равна на минус бесконечности, чему она там равна на плюс бесконечности. А чему она там равна? То есть, что такое минус F от U от T плюс бесконечности. Ну, давайте я аккуратно пишу. Плюс F от U от T минус бесконечности. Но вспоминаю, что функция U у меня стремится к нулю на бесконечности, что вот это вот ноль и это тоже ноль. Что же я тут получаю? F от нуля минус F от нуля и это ноль. Хорошо. Чуть сложнее такая же теорема, но в прошлый раз это называлось теоремой 1. Чуть сложнее, а может и ненамного, та теорема, которая называлась 3, и она касалась энергии, что энергия на классических решениях, то есть дифференцируемых функциях, которые туда можно подставить, тоже сохраняется. И идеология ровно такая же. Значит, что я буду дифференцировать эту энергию? Как ее дифференцировать? Ну, надо этот квадрат продифференцировать по T. Что это будет? Это будет U на U по T dx. Что сделать дальше? Естественно, подставить U по T отсюда. Минус интеграл по R U на F от U по x dx. Все честно. Что же делать с таким интегралом? Ну, конечно, он нарывается на то, чтобы его проинтегрировать по частям. Здесь стоит полная производная по x. Ну, собственно, я это и сделаю. Минус U умножить на F от U, где интегральный член, от минус бесконечности до плюс бесконечности. И что... Так, нет, это не все. Хорошо. А что будет еще? Плюс интеграл. Теперь уже вот эта штука будет стоять беспроизводной. Ну, а здесь что там будет? Ну, дайте я напишу D U. Потом займусь сейчас... Ну, понятно, перебросим производную сюда. U по x на dx. Ну, давайте сейчас разберемся. Во-первых, с этой штукой. Ну, тут стоит U на минус бесконечности и на плюс бесконечности. Опять-таки, у меня функция стремится к нулю на бесконечности. Это все 0 за счет вот этого U. Что вот это такое? Ну, сначала возникает такое слагаемое, но, естественно, я захотел это написать вот так. Но только когда я так пишу, хорошо будет... Ну, то есть в интеграле F от U, U по x, dx делаю замену переменных. Раньше у нас x менялся от минус бесконечности до плюс бесконечности. Да? А что будет здесь? А в каких же пределах будет меняться U? Ну, надо как-то написать. Все-таки это у нас определенные интегралы. То есть U от T минус бесконечность. И U, то есть если я делаю замену, новую букву U в интеграле через x, которые связаны вот таким образом, U от x. Ну, здесь вот так. То есть x, равное минус и плюс бесконечности, которые были здесь, перекочевали в значение U здесь и здесь. Но после этого я вспоминаю, что и одно, и другое это нули. И что тогда считать этот интеграл от нуля до нуля? Ну вот, пожалуйста, и энергия тоже сохраняется. Следующая теорема, касающаяся классических решений, она в прошлый раз называлась 4. Я люблю, когда так быстро доказываются теоремы. Вот, собственно, раз и все. Она касалась не вот этого уравнения. Она касалась уравнения, когда здесь вместо нуля мы написали εUxx, и это уравнение уже второго порядка, и оно какую-то имеет другую структуру, и уравнение без вот этого члена, а только вот с этими двумя, мы будем изучать долго, упорно в какой-то момент это уравнение теплопроводности. И, собственно, про него-то мы и узнаем, что вот говорить о том, что решение фенитно по x для такого уравнения нельзя, такого не бывает. Там как бы тепло распространяется с бесконечной скоростью. Ну вот если смотреть под теплом, понимать решение вот такого уравнения, не знаю, насколько это физично или нет, будет время, это обсуждаем, но просто вот я немножко оправдываюсь, что это я тут пишу какие-то непонятные фразы, вместо того, чтобы сказать, что решение по x фенитно, вне какого-то отрезка равно нулю, и снять все эти проблемы. Но вот только в этом месте. Ну, собственно, давайте посмотрим. что там происходит с энергией на решениях, в которых введен вот этот вот член, который называется либо вязкостью, либо дисперсией, и, что важно, да, эпсиум должен быть больше нуля. Вот он отвечает за потерю энергии, за трение. Как это увидеть в интегралах? Ну, должно же быть все видно. А как? Ну, для начала все интегрируется ровно так же. То есть, считаем эту производную, получается у на у по т, и, соответственно, получается два слагаемых. Но если у нас уравнение содержало два, одно то, которое было здесь, давайте я его напишу сразу, вот ровно это же, которое строчкой выше уже посчитано, и сказано, что это ноль, и это неинтересно. А что будет, какое будет еще слагаемых? Ну, то, что вот и возникает отсюда. А здесь будет эпсилум интеграл, это у на ухх дх по р. То есть, вот просто какую добавку энергии, вот в этом уравнении на то, как меняется энергия, дает наличие вот такого слагаемого справа от нашего уравнения. Еще раз подчеркиваю, это мы только что разобрались, оно ноль, собственно, это первое слагаемое, это второе. Что я делаю с этим слагаемых? Да я, в общем-то, не балую разнообразием дебютов, я, в общем-то, делаю одно и то же, интегрирую по частям. Что тут будет? Эту вторую производную по х можно внести по х. Возникает в ней интегральный член, по-видимому, вот такой. И сам интеграл. Перебросив одну производную, сменив знак, получаем вот такую вещь. Хорошо, что сказать про это? Опять же, традиционно, на бесконечностях и у, и у по х, это все равно нули, поэтому это все ноль. А чего остается? Остается вот эта штука. А что мы хотели доказать? А, мы хотели доказать, что энергия убывает. И вот, пожалуйста, ну совершенно очевидно, что энергия убывает. Это все-таки положительное слагаемое. Более точно эта теорема формулировалась каким образом? Что решение строго убывает на непостоянных решениях. Ну да, постоянные решения, это как раз те, у которых у по х, то есть у константа, у по х это ноль, и тогда, в принципе, энергия-то может быть и константой. Не убывать. Но если это не так, если решение не константа, если тогда и производная где-нибудь не равна нулю, ну и тогда все-таки этот интеграл будет отрицательный, и тем самым энергия действительно строго убывает. На всех решениях, отличных от константа. Вот, пожалуйста, каким образом вот эта добавочка, вот эта добавочка дает нам убывание энергии, вот почему это трение в каком-то виде, вот диссипация, что там, вязкость, там все это, ну, может, я не прав, но у меня в голове все это синонимы, или почти синонимы. Вот, хорошо. Кстати, опять-таки, с точки зрения, поскольку вы механики, и все это может вам встречаться, в общем-то, тут иногда пишут и другое слагаемое. Ну, какой-нибудь там, ну, давайте напишем. А если бы я здесь написал третью производную? А третьих производных в нашем курсе не будет, потому что я сказал, что у нас все ограничивается уравнениями второго порядка. Значит, вот этот верхний член, он называется диссипацией, а вот этот называется дисперсией. Опять-таки, это механические термины, и, может быть, когда-нибудь вы мне расскажете, что это такое, потому что я это не до конца чувствую. Вот. Интересно, а что бы было бы тогда? А давайте я попробую отследить. Здесь появилось бы, это уже выпадает из того набора теорем, что были в прошлый раз. Если бы здесь был лишний х, был бы лишний х вот здесь, ну, опять же, это не помешало бы этому слагаемому быть ноль, а что бы осталось? А вот здесь было бы другое. Было бы минус епсилум интеграл по r у по х, у х х, dx. Вот так. На одну производную меньше. А это что такое? А вот это же, это лучше интегрируется. Здесь написано полное производное по х. От чего? От, это производное по х, от у по х в квадрате пополам. Когда дифференцируем такую штуку, получаем два вот этих у по х и на производную у по х по х. Ну, ровно это. А здесь опять, раз у нас возникает полное производное по х, одно удовольствие ее интегрировать по всей оси, и что получать? А, ну и получать вот эту функцию на одной бесконечности и на другой. А она на этих бесконечностях стремится к нулю. Это ноль. То есть, смотрите, вот эта слагаемая, третья производная, она уже, она дает закон сохранения энергии, но дает какие-то другие физические эффекты, там расплывание как-то волны. Ну, вот, ну я говорю, по-научному это называется вот так, но, по крайней мере, это не связано с потерей энергии. А вот важна именно вторая производная и именно с положительным коэффициентом. Вот это трение. Хорошо. Это что касается классических решений, ну, как вы видите, вот все-все это доказательства. И две теоремы, соответственно, вторая и пятая касались решений обобщенных. Ну, я, пожалуй, это все сотру. Зато обобщенных уже без всяких там эпсилумов, а вот только с нулем. Хотя обобщенные энтропийные решения у нас получались предельным переходом в каком-то смысле от вот этих вот вязких, а на вязких энергия убывает. И, в общем-то, вот мы увидим, что на обобщенных решениях, разрывных, энергия тоже будет убывать. На классических она остается постоянным, на гладких. Как только возникает ударная волна, это связано с потерями энергии. Ну, в некотором смысле от предельного перехода отсюда, а в некотором смысле, ну, я просто сделаю элементарные преобразования, и мы увидим, что это такое. Значит, пусть у нас есть обобщенные решения с линией разрыва, с одной линией разрыва, линия разрыва, x равно x от t. Вот так. И тоже хочу посмотреть, как себя ведет площадь под графиком. Я хочу ее продифференцировать по времени. А как? А теперь здесь под интегралом стоит разрывная функция. Нехорошо. Но есть только одна линия разрыва, поэтому разделим ее на те две части, где разрыва нет. То есть разделим интеграл по всей оси на, давайте я тут напишу аккуратно, производная по t, а интеграл я распишу как интеграл от минус бесконечности до линии разрыва. И от этой линии разрыва до плюс бесконечности. И буду дифференцировать, как меня учили на мат-анализе, интеграл, зависящий от параметра, причем параметр t входит в два места. Он входит в функцию u и входит еще либо в верхний, либо в нижний предел вот здесь. Функция u тоже, естественно, зависит от t. Делаем просто, как нас учат. Значит, а как учат? Вот поэтому t, производная по верхнему пределу, это значение функции в точке верхнего предела. Это u от x от t. Так, u функция двух переменных, но t-то у нас фиксировано, а x становится вот таким, по которому интегрируем. Единственное, что непонятно, что такое u на линии разрыва. Там все-таки, ну я так напоминаю, что вот у нас типичная ситуация, которую мы, собственно, сейчас изучаем, линия разрыва, так вот ось t, так ось x. Мы что-то интегрируем вот по такой прямой, при t, ну, интеграл по всем x, идет вот такое интегрирование, интегрируем вот по этому кусочку от минус бесконечности до этой точки, и сверху, здесь разрыв, пределы функции u при подходе к этой точке мы традиционно снизу обозначаем у минус, сверху обозначаем у плюс. Ну или здесь, пока непонятно, тут у минус у плюс, здесь разумно написать, с какой стороны мы подходим к x от t, с какой? Снизу от минус бесконечности. Это минус 0. Это я написал значение этой функции в точке верхнего предела. умножить еще на x с точкой. Хорошо. Давайте я напишу аналогичное слагаемое отсюда, оно будет со знаком минус, потому что это нижний предел. Значение функции в точке нижнего предела это t, но только здесь у нас уже предел сверху, потому что со стороны плюс бесконечности, но умножается на ту же самую производную и с x с точкой. Так, это я продифференцировал вот по этому t и по этому. Но еще t присутствует в функции u. Ну, здесь опять же понятно, так же, как вот с самого начала, возникает производная u по t, которую, ну, я, пожалуй, из экономии места сразу заменю на минус f от u по x. Ну, сейчас аккуратно напишем. Интеграл от минус бесконечности до x от t, и здесь возникло у меня u по t, а u по t равно минус f от u по x, dx. Хорошо. И теперь этот интеграл, ну, с ним делаем ровно то же самое. И остается тот же знак минус, мы снова u по t заменяем на минус вот эту вот страшную производную в силу уравнения, получается ровно то же самое, только интеграл теперь от x от t до плюс бесконечности. Хорошо. И что теперь? Ну, давайте так вот подводить итоги. Вот здесь. Ну, если вынести минус, то, ну, хочу я просто вот это, чтобы было со знаком плюс. Это называется u+. В предел функции u при подходе с линии разрыва сверху. Это u минус. Ну, оно будет вот так и умножается на x с точкой. Оставим его пока в покое. Что будет здесь? Ну, здесь, понятное дело, легко считается первообразное. Здесь будет минус f от u от минус бесконечности до точки, до x от t. Сколько же это будет? Нет. В минус бесконечности... А, ну, надо аккуратно писать, да? Давайте напишем... Напишу аккуратней. Да, все-таки. Минус от минус бесконечности... Значит, когда я... Сейчас первообразно этой штуке. Это функция f от u. Значит, f от u при x равном минус бесконечности x равно x от t. Ну, лучше написать минус 0. Это здесь со знаком минус и здесь со знаком минус. Ну, первообразное та же самая. f от u и точка нижнего предела это x от t плюс 0. Это плюс бесконечность. Ну, давайте смотреть на это внимательно. Сначала с бесконечностями. С бесконечностями, когда x равен бесконечности, что одной, что другой, u равно 0. Поэтому отсюда встретится слагаемое, кажется, f от 0 с плюсом от этой минус бесконечности, отсюда f от 0 с минусом. И оно прекрасно сократится. А что останется? Теперь останется вот это и вот это. Аккуратно не ошибаясь в знаке. Здесь верхний предел, значит, минус f от u минус. А здесь нижний предел меняется знак, и за счет вот этого плюса предел с другой стороны плюс f от u плюс. Давайте это запишем сюда, то есть f от 0 сокращается, а что остается? Остается плюс f от u плюс минус f от u минус. А что мы хотели доказать? Что утверждала теорема? А теорема утверждала, что площадь под графиком не меняется, то есть вот эта штука должна быть равна нулю. Равна ли она нулю? Ну она действительно равна нулю. А почему? А потому что x-точка это что-то не случайное. А есть условия Ранкина-Гегонио, как основное соотношение, как идет ударная волна. x-точкой равно f от u плюс минус f от u минус делить на u плюс минус u минус. Это вот то наше основное соотношение, но кажется, которое должно быть выполнено на любых обобщенных решениях, ну, соответственно, вот оно. То есть равенство нулю этого выражения это ровно выполнение этого условия. Это все просто одно и то же. То есть оказывается, что это условие Ранкина-Гегонио, которое мы вводили из каких-то других совсем соображений, оно просто отвечает за то, что как и на классических решениях, на обобщенных площадь под графиком не должна меняться. когда волна у нас загнулась, стала вот такой, мы должны ее обрезать так, чтобы вот эта площадь и вот эта были равны и станет вот так. Оказывается. Хорошо. Это была теорема под номером 2. Ну и, наконец, последняя. Опять-таки, чуть более сложная. Зато в некотором смысле интересная и не факт, что хорошо известная в математических кругах. Ну, это я могу как бы так отдельно поговорить, потому что ее доказал Станислав Николаевич Кружков, когда там писалась эта книжка, которую мы используем. И он, в общем-то, тогда мы писали книжку, он попал в больницу, он оттуда позвонил и сказал, что вот вообще такой вот интересный результат. Интересно, знают ли про него механики. Но, собственно, механикам он этого вопроса так и не задал. Вот. Ну, а нет, в книжке это все написано. Нет, поэтому так вот. Это я говорю о результатах уже таких, последних уже, ну, конца 20 века. Так и... Ну, ладно. Значит, что с площадью под этим графиком? То есть, вот действительно, скорость убывания энергии на обобщенных решениях с линией разрыва. Там же будет видно, что вот эти наши соображения о расположении графика и хорда, если у минус больше, у плюс, меньше, у плюс, что они разумны, они отвечают за потери энергии. Ну, надо считать. ДЕ по ДТ. Ну, опять-таки, делаем ровно такую же штуку. Надо разбить эту энергию на две части. То есть, интеграл от минус бесконечности до х от Т от у в квадрате пополам dx и такой же от х от Т до плюс бесконечности у в квадрате пополам dx. Хорошо. И так же, как я считал производную здесь. Делаю все очень аккуратно. Опять-таки, Т входит в четыре места. В верхний и нижний предел этих двух разных интегралов. Ну, а так же функцию У, что в одном, что в другом. Снова традиционно начинаю писать вот эти вот производные по верхнему пределу. Это значение подинтегральной функции в этой точке. Что же это будет такое? Значение подинтегральной функции Чему же равно У в этой точке? Ну, мы тут выясняли. Это У от xt минус 0. Оно же обозначается У минус. Все нормально. Значит, дайте посмотрим аккуратно. У минус в квадрате пополам умножить на х с точкой. Ну, примерно что-то вот в таком духе. Ну, только я сразу уже подставил У минус. Так же, как было в этой задаче. Чуть-чуть экономим место на доске. Здесь, ну, нижний предел тоже будет со знаком минус. Минус У плюс в квадрате пополам умножить на х с точкой. Хорошо. Теперь считаем производную вот здесь. Считаем производную вот здесь. Это будет интеграл, а перед которым, наверное, сейчас возникнет знак минус. Опять же, традиционно, как и здесь. А почему же там минус возник? Сейчас увидим. Если я эту вещь дифференцирую, я снова получаю У на У по Т под интегралом. Опять-таки, У по Т я заменяю в силу уравнения и получаю вот такую вещь. Ну, вот он и минус. Ну, опять-таки, ровно то же самое, что здесь, только еще появилась буковка У. Ну, ладно, появилась У на Ф от У по Х, ДХ. И, соответственно, такой же вот этот. От Х от Т до плюс бесконечности. У на Ф от У по Х, ДХ. Хорошо. Что теперь? Давайте теперь я займусь тут слагаемыми так вот по отдельности. Вот эти два. Значит, ну давайте первое, второе, третье. Первая часть. Но все-таки давайте воспользуемся условием Ранкина-Гюгоню. И что же здесь будет? Здесь будет У минус в квадрате, минус У плюс в квадрате пополам, умножить на Х с точкой. А Х с точкой это Ф от У плюс минус Ф от У минус делить на У плюс минус У минус. Это Х с точкой. Ну, понятное дело, тут стоит разность квадратов, тут что-то сокращается. Что тут получается? Получается, ну, знак меняется, надо бы сменить знак. Ф от У минус минус Ф от У плюс делить пополам и на У плюс минус У минус. Нет, с плюсом. У плюс плюс У минус. Сейчас напишем, я соображу. Ну да, что-то в таком духе. Значит, раскладываем на разность квадратов. У плюс, которая с плюсом у меня осталась, та, которая с минусом сократилась с этим, и я не забыл поменять этот знак. Хорошо. Второй интеграл. Ну, пусть напишем его со знаком минус. Ну, ровно то, что там есть. То есть интеграл от минус бесконечности до Х от Т У на Ф от У по Х ДХ. Ну, конечно, по частям. Минус У на Ф от У, внеинтегральный член, от минус бесконечности до Х от Т минус 0. Это внеинтегральный член. А интеграл, значит, он будет со знаком плюс. А, ну, это, в принципе, мы где-то уже делали. То есть, что у нас получится? Производная перебросится сюда. Ну, давайте сейчас. Производная перебросится сюда. Значит, будет Ф от У. У по Х ДХ. Это в некотором смысле ДУ. Ну, то есть не в некотором, а просто я снова делаю замену. ДУ это У по Х ДХ. И, опять-таки, единственное, что, если я перехожу в этом интеграле, у меня был интеграл по Х, а я сделал замену теперь интеграл по У, надо правильно расставить пределы интегрирования. Нижний предел. Х был минус бесконечность, У на минус бесконечности 0. А на линии разрыва, У на линии разрыва, при подходе снизу, это У минус. Так, хорошо. Ну, интересно, чему равен третий интеграл. А, наверное, он не сильно будет отличаться от этого, что, может, даже я его и не буду переписывать, а сразу напишу, чему он равен. Вот этот. А что там будет? А, я не сказал про внеинтегральный член. Да, он чему-то же, он на этот раз не 0. В точке Х, равной минус бесконечности, это 0 за счет У. У 0, это F от 0, но все равно 0. А в точке верхнего предела, в точке верхнего предела, а, ну, давайте тогда напишем это аккуратнее, чему равен интеграл, в точке верхнего предела, значит, будет минус У минус на F от У минус. Ну, все. А в нижнем пределе будет 0. И, надеюсь, я поставил правильный знак. Верхний предел, но здесь есть знак минус. А, ну и этот интеграл, он, конечно, сохранится. Интеграл от 0 до У минус F от У до У. Так, ладно. Что же будет с похожим третьим слагаемым? Ну, опять будет внеинтегральный член У на F от У, вот этот, от X, равного X от T плюс 0 до плюс бесконечности. И будет переброшенный интеграл. И что там будет? Будет интеграл F от У до У. Теперь вопрос о пределах. Пределы в этом интеграле. Нижний был X от T плюс 0. Соответственно, У в этом месте это то, что мы называем У+. на бесконечности это 0. Хорошо. Ну, осталось еще разобраться с этим слагаемым. Ну, это слагаемое в плюс бесконечности 0. А вот в этой точке надо написать, ну, во-первых, оно будет со знаком плюс. У плюс F от У плюс. Не лучшее место на доске писать здесь снизу. Плюс такой же интеграл. Хочу все это объединить. Все, я их посчитал в отдельности. Пока держу в голове, я попробую все соединить. Первая часть. Дальше будет совсем элементарная математика под названием арифметика. Вот F от У минус, минус F от У плюс, делить пополам на У плюс, плюс У минус. Дальше смотрим. Вот эта штука минус, У минус, F от У минус. Это я вот это слагаемое написал. Вот это, кажется, с плюсом оно похожее. У плюс на F от У плюс. И, наконец, вот эти два интеграла, ну, тот, который здесь мне было лень дописать, но он не изменился с этих пор. Это будет интеграл от У плюс до нуля. Здесь от нуля до У минус. Соответственно, это будет интеграл от У плюс до У минус F от У до У. Ну, так. Все симпатично. Все симпатично. А на самом деле, вот эти четыре слагаемых, если раскрыть скобки и преобразовать, кажется, во что-то перепишутся. Сообразить бы во что. Ну, сейчас попробуем сообразить. Они перепишутся. F от У минус. Значит, я сейчас напишу с точностью до знака, а мы проверим, так оно или не так. F от У минус плюс F от У плюс пополам. То есть я вот рассуждаю. Вот в этих слагаемых есть подобные члены. Вот есть F от У минус на У минус, и вот здесь вот оно есть. Есть F от У плюс на У плюс, и вот здесь вот он есть. Здесь этот с коэффициентом 1,2, здесь он с минус единица, значит, минус 1,2. Это с коэффициентом минус 1,2 плюс 1, значит, с коэффициентом 1,2. Но я примерно знаю, к чему я стремлюсь. Поэтому я так вот с точностью до знака напишу какое-то вот такое вот выражение. Ну, например, вот так. Я думаю, что это неправильный знак, но мы сейчас проверим. Значит, ну, что я тут говорил? Например, F от У минус на У минус должен быть с коэффициентом. То есть смотрите, вот остается как бы вот эта штука, но со смененными знаками. И ничего тут кроме элементарной арифметики-то нету. Ну, либо знаки наоборот. Сейчас, значит, У минус. Здесь было F от У минус на У минус с коэффициентом 1,2, здесь минус 1, минус 1,2. Ну, хорошо, да. Сменю-ка я знак вот здесь. Ну, нет, лучше все-таки напишу вот так. Общий минус здесь. Теперь, по крайней мере, У минус на F от У минус знак остался нужный. У плюс, F от У плюс. Здесь было минус 1,2, плюс 1, значит, 1,2. А здесь, здесь и здесь 1,2. Здесь стоит общий минус и здесь минус. Хорошо. У остальных не должны смениться, мне так кажется. Здесь было F от У минус на У плюс с коэффициентом 1,2. F от У минус на У плюс и с коэффициентом 1,2. И было F от У плюс на У минус с коэффициентом минус 1,2. F от У плюс на У минус с коэффициентом 1,2. Все. Отлично. Хорошо. Что-то такое получили. А теперь, как это все интерпретировать? Очень хорошо интерпретируется. Если взять, то есть вот что написано в правой части вот всего этого большого скорость убывания энергии. Было что-то такое длинное, потом возникло вот такое вот слагаемое и возникло вот такое слагаемое. И что же я хочу нарисовать? Ну, я просто представляю, кто такой интеграл от У плюс до У минус от функции F от У. Ну, это площадь под графиком. Ну, давайте нарисуем, что это такое. Значит, ну, единственное, что у меня во всех этих пределах У плюс меньше, чем У минус. Ну, давайте вспомним, что это за ситуация. У плюс меньше, чем У минус. Это те разрывы, которые возможны уравнению хопфу выпуклой вниз функции. Я судорожно вспоминаю. Или по-другому расположение хорды и графика должно быть вот таким. Хорда над графиком. Это что у меня такое нарисован? У меня нарисован график функции F от У. У меня есть точка У плюс, которая меньше. Есть точка У минус, которая больше. Я рассматриваю этот случай. И вроде мы размышляли о том, что в этом случае разрешенные разрывы, это когда картинка вот такая. И что же там написано? Там написано, например, интеграл от функции F от У со знаком плюс. Это площадь под графиком нашей функции. Это интеграл. Не буду его зачеркивать. Это понятно. А что написано такое вот здесь? То, что так вот преобразовывали. F от У минус плюс F от У плюс пополам. Кто такие F от У минус? Ну, это понятно. Это вот это координаты этой точки. Это F от У плюс. Это F от У минус. Как там у нас У плюс и У минус написано? А я отсюда не вижу. У минус минус У плюс. Это площадь трапеции написано. Значит, полусумма оснований на высоту. Площадь этой трапеции. Но она стоит с минусом. И что же тогда получается? Вот этот интеграл стоит с плюсом, и из этого интеграла вычли площадь этой трапеции. Из вот этой площади вычли площадь трапеции. Что получили? Получили вот эту площадь под графиком, но со знаком минус. То есть, если площадь вот здесь вот, ну, не будем ее обозначать S, обозначим сигма, площадь между хордой и графиком, то вот то, к чему мы стремились, что DE по DT скорость убывания энергии равна минус площади под этим графиком. То есть, между хордой и графиком, со всеми этими словами, что разрешенный разрыв, это когда хорда выше графика, или наоборот, ну, понятно, что можно нарисовать в обратную сторону, тогда, ну, надо что-то проделать, я уже не буду. Ну, понятно, чтобы площадь была, если у нас у плюс и у минус по-другому, лучше здесь написать со знаком минус, но интеграл от у минус до у плюс, да и в этой трапеции, ну, как вы видите, я сохранил у минус минус у плюс, чтобы это была действительно длина, ну, а если оно будет наоборот, то, в общем-то, все это можно легко проделать. Ну, естественно, там другая картинка, она вот такая, и возникнет, то есть, если это у минус, это у плюс, то, что возникнет, вот при всех этих вычислениях, это, естественно, вот эта вот площадь, ну, то есть, вот та площадь под графиком, которую мы обсуждали, которая возникает из других соображений, вот оказывается, что вот она, чем больше здесь площадь, тем быстрее убывает энергия. В общем-то, поэтому, вот все вот эти соотношения, которые мы писали о допустимости разрыва, что если там у минус больше, чем у плюс, то хорда выше, чем график, вот здесь выписывается хорошо, да, вот она должна быть выше, чем график, и вот эта площадь тогда положительна, а скорость убывания энергии равна вот этой вот площади со знаком минус. Ну, значит, все хорошо, действительно энергия убывает. Ну, собственно, ради этого я все это и рассказал, да. Теперь мы меняем тему все-таки через 5 минут совсем. Теперь у нас до самого конца нашего курса будут исключительно линейные уравнения второго порядка. А то, что было до сих пор, это были, во-первых, первого порядка, а во-вторых, и не совсем линейные, а там квазилинейные, строго говоря. Вот, и что, о чем будем говорить сегодня, попробуем поговорить о приведении. Приведение, ну, дальше очень длинное слово, что именно будем приводить, но это будет одно и то же. Все время это будет линейное уравнение с частыми производными второго порядка, я говорю, это тот объект, который будет теперь до конца нашего курса, поэтому как-то долго это все описать. Приведение к каноническому виду в точке. К каноническому виду в точке. Ну и если успею, то поговорю о классификации. Опять-таки в точке этих уравнений. Хорошо, но для этого надо сначала написать тот объект, с которым мы будем иметь дело все оставшееся время. Значит, это будет уравнение на функцию у n переменных x1, x2, xn. Уравнение с частными производными второго порядка. То есть, естественно, там должны быть частные производные по всем этим переменам, первое и второго порядка. Уравнение линейное. Ну, чё ж, как оно может выглядеть? Значит, там должны стоять вторые частные производные, давайте я их напишу, d2, dx и t, dx, j. Хорошо, они могут стоять с какими-то коэффициентами. Коэффициенты будем обозначать a и j по x, и все это просуммируем по i и j от 1 до n. Это все возможные слагаемые, содержащие вторые частные производные. Вот они тут все перечислены, хорошо. Ну, если это уравнение, ну, что там, могут быть и производные меньшего порядка. Ну, хорошо, меньшего порядка, их, по крайней мере, меньше производных. Если это будут производные первого порядка, du, по dx, j, они будут стоять с какими-то коэффициентами b, j, t от x, и опять-таки будет идти суммирование, но здесь уже по одному индексу, здесь n, n в квадрате слагаемых, здесь все-таки n. Еще и сама функция может входить, но опять-таки, если это все-таки уравнение линейное, то она должна входить тоже с каким-то коэффициентом. Ну, и все. Ну, и дальше либо написать 0 и сказать, что это линейное однородное, либо написать какую-то функцию f от x и сказать, что это линейное неоднородное. Ну, вот это тот объект. То есть вот что такое, строго говоря, линейное уравнение. То есть сама функция u должна входить линейно, причем и функция, и ее первые производные, и вторые. До большего порядка мы не добрались, только второго порядка. Линейно это значит, они на что-то умножаются, вообще говоря, на функции, зависящие от x, ну и все это просуммировать. Вот такое уравнение. Но при этом, естественно, можно говорить, что если у нас линейное однородное уравнение, то пространство решения этого уравнения это линейное пространство. Ну, в том смысле, что мы можем решение умножить на константу, это будет решением того же уравнения, или сложить два решения. Ну, собственно, это понятно, это так же, как всегда, как есть что-то линейное. То есть решение линейного однородного это линейное пространство. Нас, правда, эта терминология не очень-то будет интересовать весь этот год. Вот в дифурах, в обыкновенных, это, в общем-то, обсуждалось. А почему? А потому что там, когда изучали линейные уравнения, там эти пространства были конечномерными. А у нас эти пространства, линейные пространства решений, будут бесконечно мерными. А как с ними работать, еще хороший вопрос. Там в какой-то степени будут ответы на функциональном анализе, причем я так подозреваю, что в следующем семестре. Но, тем не менее, все равно ведь линейное пространство изначально определяется никак не связанное с размерностью. Какие-то объекты, которые можно складывать и умножать на константы. Вот, например, функции. Хорошо. Ну и линейное и неоднородное. И в этом смысле тоже можно сказать, что общее решение линейного и неоднородного есть частное решение плюс общее решение неоднородного, ровно как в линейной алгебре, ровно как в дифурах. Но это все терминология, которую мы на самом деле использовать не будем. Нас будет все это интересовать немножко с другой точки зрения. А, например, что мне тут важно? А мне важно разделение этого уравнения на две части. Вот на эту часть, которая называется главная часть, и вот на все вот это, в том числе и с этой функцией f от x, на которую я, ну, по крайней мере, сегодня точно не буду обращать никакого внимания и буду называть это пренебрежительно младшими членами. и вообще говоря, может быть, заменять на многоточие. Меня будет интересовать, вот когда я хочу приводить что-то к каноническому виду, то это что-то я буду развлекаться только с главной частью. А что там вылезет из младших членов, ну, надо пересчитывать, что получится, то получится. Это менее важная вещь. Кстати, поскольку на них не обращать внимания, то встает вопрос, а нужно ли их тогда писать линейными? Или можно здесь написать вообще какую-то произвольную функцию? От чего? От x, от u и от первых производных. Ну, собственно, можно. Все равно я буду заниматься только главной частью, но тогда, в принципе, строго говоря, это будет не совсем уже линейное уравнение, то есть оно будет линейным по своим старшим производным, и это главное, а вот по самой функции u или по первым производным оно уже, ну, так вот я предполагаю, нелинейное, то есть это что-то похожее на квазилинейное, в то, что вот мы говорили про первый порядок, когда что такое в квазилинейности, что по производным оно линейно, а в принципе функция u входит там непонятно как, и все эти соображения, что там сумма двух решений это решение, все, они все нарушаются, все эти уравнения, которые мы изучали до сих пор, там u по t плюс f от u по x, вот с которыми мы сегодня занимались, там нет никакого линейного пространства решений, вот, ну, поэтому не важно, что я подживаю под младшими членами, либо то, что соответствует настоящему линейному уравнению, или что-то такое, и тогда это уравнение, ну, опять же, если быть аккуратным, оно называется не квазилинейным, квазилинейное, это когда еще u может быть вот сюда, а полулинейным, но не важно, эта вся терминология не нужна, у нас вообще весь курс будут линейные, тогда давайте считать, что только с этим мы и будем иметь дело, но сегодня это не важно, меня интересует главная часть, и я хочу с этой главной частью привести к какому-то более симпатичному виду, а какие у меня есть возможности, у меня есть замена переменных, то есть вот я буду делать какие-то замены переменных, ну, какие, ну, в принципе, что такое замена переменных, были переменные x, стали какие-то y равно y от x, ну, y это, соответственно, вектор функции от n переменных, ну, вообще лучше бы это записать в координатах, то есть вот делать замену переменных, тогда, понятное дело, все производные как-то пересчитываются, уравнения как-то пересчитываются, получается какое-то другое уравнение, вдруг можно привести к какому-то более симпатичному виду. Этот вид и будет называться каноническим. Но я пока себя ограничил, в некотором смысле ключевые слова в названии, это может быть вот это в точке. Что означает в точке? В точке это означает, что я выбираю какую-то точку x, равную x нулевое, и в этой точке, ну как вот говорят, замораживаю коэффициенты. Вместо вот этих функций а и житые от x я пишу а и житые от x0. Ну то есть это просто числа. Числа, зафиксированные коэффициенты в этой точке, которые образуют матрицу, то есть набор этих чисел, я сейчас не буду даже потом писать это от x0, это а и житые, просто набор чисел, и эта матрица, если и и жи меняются от 1 до n, это какая-то матрица А. Да, я не сказал важную вещь. Я не сказал, что, конечно же, весь наш курс, решения нашего уравнения будут классическими. Ну нет, опять же, это не весь наш курс, но по крайней мере значительное время будем заниматься классическими решениями, значит, это функции из c2, а это означает, если функция класса c2, то у нее смешанные вторые частные производные, там вот это, и наоборот, сначала, ну я не знаю, кто тут сначала, потому что, ну, кто сначала, ну здесь сначала по x-итому, потом по x-итому, здесь наоборот, ну, конечно, мы всегда предполагаем, что эти смешанные частные производные равны, то есть в этой сумме в ней диагональные элементы встречаются два раза, там, по dx1 и dx2, и наоборот, ну, а вторые частные производные равны, вот этого условия, если все вторые частные производные существуют и непрерывны, известная теорема из матанализа, то тогда можно не задумываться о порядке дифференцирования, и я никогда не буду задумываться о порядке дифференцирования, ну, в общем-то, в той науке, которую мы проходим, не принято об этом задумываться, да, в общем-то, эти контрпримеры в матанализе, когда частные производные и вторые существуют, но друг другу не равны, это еще нужно попробовать придумать. Нет, пусть оно все будет нормально, пусть они все равны. Если они равны, то тогда, конечно, разумно требовать, чтобы вот эта матрица коэффициентов, что зависящих от x, что уже после фиксации, чтобы она была асимметрической. А и житая от x равно а житая от x. Ну, коли у нас два раза встречаются в этой сумме один и тот же коэффициент, ну, вот такой и вот такой, то пусть он оба раза встречается с одним и тем же коэффициентом. То есть одна и та же смешанная частная производная встречается с одинаковыми коэффициентами, ну, что означает, что вот эта матрица, ну, или, понятно, там была какая-то матрица А, не обязательно симметрическая, взяли А плюс А транспонированное пополам и получили, в общем-то, ту самую симметрическую, которую вот мы предполагаем, что она есть. Хорошо, значит, это какая-то симметрическая матрица, поскольку смешанные частные производные равны. Она, вообще говоря, зависящая от x, но если мы зафиксируем точку, получаются какие-то числа. Ну, или можно начать немножко с другого, а сказать, а что, давайте-ка я буду рассматривать для начала уравнение с постоянными коэффициентами. То есть я название сегодняшней вот этой части лекции назвал, что приведение к каноническому виду в точке, а мог назвать немножко по-другому, в моём представлении это фактически синоним, приведение к каноническому виду уравнение с постоянными коэффициентами. Ну, собственно, когда у нас было уравнение с непостоянными коэффициентами, если мы зафиксировали точку, то получили что-то вот в таком духе. А и житое, ну, всё-таки я не буду писать. Это я первый раз, уважая это уравнение, которым мы будем заниматься целый год, написал частные производные в таком виде. Я буду их писать, конечно, индексами, иначе у меня к концу курса устанет рука. Вот так всё-таки покороче, и это я подразумеваю ровно вот эту вещь. То есть плюс младшие члены, меня опять-таки это не очень волнует, там равно нулю, всё неважно. Вот, пожалуйста, это было бы уравнение с постоянными коэффициентами, ну, понятно, уравнение с постоянными коэффициентами и уравнение с непостоянными, но замороженными в какой-то точке, это одно и то же. Хорошо. Значит, пусть будет уравнение с постоянными коэффициентами. Замена. Ну, в принципе, буду-ка я для начала искать линейную замену. Ну, коли уравнение линейное, какие-то здесь вот эти вещи, почему бы не пытаться сделать линейную замену, t это какая-то матрица n на n, естественно, не вырожденная, матрица линейной замены переменных. Ну понятно, я написал произвольную матрицу, сделал замену переменных, пересчитал все вторые частные производные, не знаю, как они там пересчитываются, но получил какое-то другое уравнение в новых координатах, ну или точнее какую-то другую главную часть. Ну какую? Ну тут уже сама функция-то будет та же самая, функция u, но она уже будет зависеть от y. Будут стоять какие-то эти производные, u, y, y, j, t, с какими-то коэффициентами b и j, опять-таки образующими симметричную матрицу. Ну и вопрос, конечно, как при таких заменах из вот этой матрицы А, которая соответствует сюда, получается вот эта матрица b, по каким законам. Ну есть такой способ, как взять просто все пересчитать, как оно происходит при этой замене, но мне кажется, это не очень интересно, я попробую порассуждать, ну и просто написать эту формулу, порассуждать на некие очень близкие вопросы. А вопросы вот с такими же вопросами мы встречались в линейной алгебре. Там были квадратичные формы. Квадратичные формы это тоже что-то такое, что задается симметрической матрицей n на n. Давайте вспомним. Были квадратичные формы. Кто это такие? Какая-то сумма а и житое, кси и т, кси житое. Правильно? Опять-таки считаем, что эта матрица симметрическая, а и житое равно а житое, и там эта квадратичная форма, ее можно и вот так еще записать. Скалярное произведение вектора а кси на кси. Ну а здесь все то же самое, и и жи от единицы до n меняются. Значит, было так. С другой стороны, делаем какую-то замену, и в результате в каких-то новых переменах получается какая-то другая квадратичная форма, ну типа b это это. При какой-то замене что-то через что выражается, причем известно, как там одна матрица выражается через другую. Если напрячься, то можно вспомнить. Ну давайте, правда, можно и не вспоминать, это, в общем-то, выводится в две строчки. Меня будет интересовать замена вида это равно c на кси, линейная замена векторов. Были вектора кси, стали вектора это. Это вот такая вот замена. Ну, собственно, как здесь все происходит, хорошо известно. Ну даже давайте я вам покажу, что все выводится элементарно. То есть если у меня замена такая, то здесь я должен написать bc кси, здесь вот c кси. Потом вот это c хорошо бы перенести сюда, но как известно, когда матрица переносится отсюда сюда, то здесь она возникает как транспонированная, ну и что-то у нас возникает вот в таком вот духе. И у нас получается та самая формула, вот я рассуждаю про линейную алгебру, хотя, конечно, мог и написать сразу эту формулу, что а равно c транспонированная bc. Вот как преобразуется матрица квадратичной формы. Только если у вас остались какие-то воспоминания о линейной алгебре, то вы можете меня тут поймать, что что-то немножко не то. Собственно, такая известная формула, которую, как мне сказали, ну запоминают вот таким образом, она чуть-чуть по-другому пишется. Вот здесь вот говорили Стас. Ц транспонированная bc. Это я в этом году от кого-то услышал. Как запомнить такую форму? Да-да-да, это новая, это старая, это матрица замены. Да, вот такая формула. А я что получил? А я получил что-то наоборот. А почему? Ну, я вот честно вывел. А почему? Да потому что вот это не то c, которое в этой формуле, которую запоминают. Вот это c, это на самом деле матрица перехода. Ну, есть же определение, что такое матрица перехода, когда там по столбцам написаны координаты новых базисных векторов, записанные в старом базисе. То это матрица перехода от новых координат к старым. Ну и тогда, если это, то есть, вот оказывается, что координаты связаны вот так, то вот это матрица перехода именно от новых координат к старым, потому что то, что раньше у нас, то есть, когда у нас вектор кси, это вектор 1,0,0,0, то будучи умноженной на эту штуку, он выражает первый столбец, и получается, что здесь в первом столбце стоят координаты первого базисного вектора в старых координатах, но расписанные в новых. В общем, я просто предупреждаю, здесь не та, я пишу не ту матрицу, которая нужна, а на самом деле ей обратная, но тем не менее, все сходится. Если писать по-нормальному правильная матрица перехода от новых к старым, тогда новые выражаются через вот эти известные формулы, но у меня получилось вот это, потому что мне это немножко удобнее, именно эта матрица, именно такая. Ну так вот, и я, собственно, и буду здесь размышлять, ну хорошо, да, то есть квадратичные формы как-то преобразуются с помощью какой-то матрицы. А вопрос, а до чего мы их можем довести? Насколько простой мы можем получить эту матрицу B? Ну, в общем-то, ответ известен, что до чего можно довести квадратичную форму, что ее можно привести к виду, там, сумма плюс-минус, это каток в квадрате, да? То есть, когда все коэффициенты, у нас один из трех, один из трех, либо плюс-единица, либо минус-единица, либо ноль, потому что я нигде здесь не написал, что к меняется именно до n. Ну, и причем количество единиц минус единицы нулей должно сохраняться вне зависимости от того, чего мы тут надумаем, какие-то замены, называется законом инерции, и, в общем-то, вот привести квадратичную форму, вот ее такой наиболее простой вид. И характеризуется она количеством плюс-единиц, минус-единиц и нулей. И это всегда можно сделать. Вот если бы это можно было сделать и с уравнением, то тоже уравнение бы у нас пришло к такому очень симпатичному виду, ну, я имею в виду главную часть, что там будет с младшими членами, я не знаю. Главная часть. Перестали бы существовать смешанные производные, все выкинутые, остались бы только вторые производные по каждой из переменных, и еще и с коэффициентами либо один, либо минус один, либо ноль. Ну, если это так. А на самом деле это так. Единственное, что вопрос, что здесь происходит преобразование коэффициентов примерно по тем же законам, что и у квадратичных форм. Только вот все-таки вот эта вот матрица С, которую я рассматриваю здесь, и матрица Т, которую я рассматриваю здесь, как замена переменных, это разные матрицы, но как-то друг с другом связанные. Ну, сейчас обсудим как. Что еще? А, еще, конечно, разумно вспомнить, но это, конечно, больше меня интересует с точки зрения семинарских занятий, а каким образом можно привести квадратичную форму вот к такому виду? Ну, есть метод Лагранжа, да, выделение полных квадратов, что-то такое самое простое, ну, каким-то образом можно. Вот, например, метод Лагранжа, выделение полных квадратов. Ну, конечно, надо вспоминать, как он работает и что там получается. Хорошо. Это такое введение. Теперь давайте я аккуратно сформулирую, что я хочу сказать. Значит, я напишу уравнение, значит, ну, главная часть нашего уравнения, это сумма А и житая, уже я не буду писать от Х, либо изначально было уравнение с постоянными коэффициентами, либо это все в точке, а и житая у Х и Т и Х житая. Нет, давайте все-таки напишу большими. Д2У по ДХ и Т, ДХ житая. Да, вот есть такая вот вещь, как главная часть уравнения. Это вот такая вот сумма по двум коэффициентам, и ИЖ от единицы до Н. Опять-таки, А и житая равно АЖ и Т. И что? Ну, основное утверждение, давайте на теорему, может быть, оно не тянет, утверждение, что коэффициенты главной части, коэффициенты главной части линейного уравнения частной производства второго порядка с постоянными коэффициентами при линейной замене при линейной замене у равно Т и Х преобразуется ровно так же как коэффициенты квадратичной формы ну, какой квадратичной формы? Ну, которая соответствует с той же самой матрицей КСИИТ и КСИЖИТ, да, те же самые коэффициенты, только здесь вторые частные производные, а здесь вот эти, как коэффициенты квадратичной формы, при замене при замене и какой же замене, как я тут пишу, это равно С на КСИ, где матрицы С и Т связаны таким образом, что одна, не знаю какая, ну, наверное, Т разумнее написать, Т равно С транспонированной и в минус первой. Вот так. Почему я здесь написал вот такую вот, в некотором смысле, нестандартную матрицу перехода от новых координат к старым, а потому что, если идти методом Лагранжа, ну, так, опять же, имею в виду семинарские занятия, когда выделять полные квадраты, там возникает именно эта матрица, то есть мы записываем, как там это 1 выражается через КСИ1, КСИ2, КСИ3, ну, это, в общем-то, первая строчка, этой матрицы, ну, и так далее. Просто она действительно возникает, она возникает при решении задач на семинарских занятиях, ну, и, соответственно, если у нас возникает задача привести к каноническому виду, что мы делаем? Мы берем главную часть нашего уравнения, мы пишем такую квадратичную форму, мы приводим ее вот к этому виду, по дороге у нас возникает какая-то замена переменных, после этого мы считаем вот эту матрицу, и проделываем в нашем уравнении вот такую замену, и все должно преобразоваться ровно так же. Ну, утверждение-то я сейчас буду доказывать. Но я сразу, правда, сформулирую из него следствие. Но коли мы знаем законы преобразования квадратичных форм, ну, которые я вам там писал, все это типа там стас, C транспонированное на АЦ, ну, или вот здесь у меня тоже написано, давайте попробуем сообразить, как у нас оно будет преобразовываться. Значит, если у меня была матрица А, стала матрицей Б, а связь между А и Б у нас вот такая, что А равно C транспонированное, ну, это же я просто доказал, я не ссылаюсь ни на какие формулы из этой самой алгебры, я просто беру за основу вот эту замену, C транспонированное B на C, при этом C, ну, естественно, C у нас тоже через T выражается, каким образом все то же самое, T транспонированное, не очень хорошее обозначение, но это придется терпеть, вот эти буквы T, это разные, это матрица, это транспонирование, хорошо, и тогда что же у нас получается, давайте попробуем сообразить, если я вместо C подставлю эту штуку, а потом еще, сейчас, уже перестал соображать, поэтому напишу, А равно C транспонированное, это будет T в минус первой, B и C, T транспонированное и в минус первой, ну, нас обычно интересует, как будет замена от старых к новым, B через A, ну, вот, собственно, в чем заключается следствие, что B равно T на A на T транспонированное, кажется так, то есть я, если у меня будет доказано это утверждение, то как следствие из него получается такой результат, если я делаю линейную замену в главной части моего уравнения, Y равно T от X, то матрица преобразуется вот по такому закону, очень похожему, что был в квадратичных формулах, но который вот я писал в таком классическом, C транспонированное АС, но все-таки вот здесь транспонированная матрица стоит в другом месте, но тем не менее это так. На самом деле эта формула меня не будет сильно волновать, меня в принципе интересует вот тот факт, какую нужно делать замену и в какой вид можно прийти, а с помощью какой замены, ну, вот на самом деле все записано, конечно, посчитали эту матрицу, посчитали эту, надо проделать эту замену, но я предпочитаю ее сделать в лоб, просто подставить, чем перемножать здесь матрицы и заодно помнить эту формулу. Эту формулу я не помню, нет, ну, сегодня я ее помню, но боюсь, что через пару недель я ее уже забуду. Но опять же, будут какие-то проблемы, с какой стороны стоит старая, с какой стороны новая, где стоит транспонированная и нет ли здесь минус первой степени, вариантов много. Хорошо, а наша задача доказать это утверждение. А что же делать? Вот я говорил, а вот квадратичная форма, то есть слагаемые вот такого вида, вот такую сумму, ну, я так подозреваю, что вы достаточно часто записывали вот в таком вот векторном виде, то есть матрица умножается на вектор и еще скалярно умножается на вектор. А могу ли я что-то такое написать здесь, вот с этой штукой? А могу? Я могу сделать так, написать, то есть вот я хочу мою главную часть, то есть сумма вот этих а и житых, d2у по dx и t dx житая, написать в каком-то векторном виде, и я это напишу. Вот она матрица А, та самая, состоящая из а и житых, после этого она домножается на какой-то такой непонятный треугольничек с индексом x здесь, ну, на самом деле градиент. Сейчас все обсудим. Потом еще градиент здесь, и здесь написали u. Хорошо, а что это такое? Значит, кто такой вектор-градиент? Ну, в общем, это известно. А, в принципе, градиент обычно градиент какой-то функции, то есть если у нас есть функция u, то у нее есть, да, если есть функция u от x, то известная такая вещь под названием градиент u, это просто вектор, состоящий из частных производных, dу по dx1, dу по dxn. Правда, я здесь пишу эти градиенты без u, а можно ли так писать? Ну, хорошо, а что тогда я поджимиваю под вот просто таким значком? А это некий линейный оператор. Линейный оператор, который действует на функции. А каким образом он ждет, что в него подставят эту функцию, и тогда он выдаст вот такую вот серию. То есть просто можно писать, ну, есть такой линейный оператор под названием дифференцирование по первому аргументу. Вы в него даете функцию, он вам выдает производную, да, это же линейный оператор. Вот. Это первая компонента оператора градиента. Он векторный, и последний у него d по dxn. То есть есть такие линейные операторы, скалярные, дифференцирование по первой переменной, по второй, по третьей, по n. Градиент — это вот такой вот столбец из этих операторов, тоже оператор. Хорошо. Что означает этот индекс x у меня здесь? Он обозначает, что это оператор градиента в координатах x. Ведь я же держу в голове, что мне сейчас делать замену переменных. И у меня сейчас возникнут векторы, частные производные по y1, y2, yn. И это у меня будет обозначаться уже градиентом y. Поэтому вот этот индекс, ну давайте его напишем и здесь, и напишем здесь, он подчеркивает, что это градиент по этим x. Ну, то есть, ну давайте подумаем, что тогда здесь написано. Если вот под этой штукой понимать вот такой вот вектор, и под этой штукой понимать вот этот вектор, то что написано здесь? Здесь написано сумма а и житых, да, вот если бы несколько этих штук стояли кси и кси, да, каждый элемент а и житые умножается на ксиитые и на ксижитые. На итую компоненту этого, на житую компоненту этого. Хорошо, а здесь итые компоненты, это d по dxe, следующая компонента d по dxg у этого. Вот потом взялась эта сумма, стоящая вот в этих скобках скалярного произведения, здесь это уже обычные скобки, и применяется к u. Как я это все понимаю, вот здесь вот стоит линейный оператор, состоящий из какой-либо, линейная комбинация операторов, дифференцирование по одному аргументу, потом по другому, и все это хорошо применить к функции u. Если мы сюда подставим функцию u, то как это действует? Она ее продифференцирует по x-житые, потом продифференцирует по x-итому, получит как раз вот эту штуку, потом домножит на i и житые, и все просуммирует. Ну все, в общем, написано то же самое. То есть вот как мы привыкли к этой векторной записи вот здесь, с векторами так и так. Ну и здесь, в общем-то, тоже можно написать в таком векторном виде, но только это будет как бы вектор градиента. Это оператор. И все, что здесь получается, это линейный оператор, и он действует на функцию u. Хорошо. Ну а тогда, собственно, что мне нужно делать? А меня, в общем, начинает просто интересовать вопрос. А вот если я пытаюсь преобразовать как-то вот это вот выражение, делая какие-то линейные замены, y равно tx, и я делаю эту замену, и у меня в какой-то момент возникнет какое-то выражение, вместо вот этого возникнет выражение b, градиент y, градиент y. Ну вот вопрос, как оно преобразуется? Ну или по-другому. Вот если я делаю замену переменных, если я делаю замену переменных, то каким образом меняются вот эти вот операторы градиента? Давайте это посчитаем. Вообще, опять же, это хорошо известно, может быть, это проверяется в мат-анализе, еще больше это проверяется в дифференциальной геометрии, если она проходится. Там вообще любят слова тензор. Мы говорим сейчас ровно об этом. И кто-то иногда говорят, что градиент – это не вектор, а ковектор, то есть ковариантный тензор. Ну вот мы как бы близимся вот в это отношение, но я стараюсь не использовать какие-то непонятные слова из других наук, а заменять их на более простые. Ладно, давайте попробуем написать, что вот это такое, а потом мы и сообразим, как у нас преобразуются координаты вектора градиента. То есть вот был вектор градиента вот этот вот, d по dx1, d по dxn, а получился какой-то другой вектор. В новых координатах d по dy1, тоже это операторы, d по dyn, и какая же связь между одним и другим, если я делаю замену переменных y равно tx. Специалисты по специальной геометрии ответят, да в общем и по линейной алгебре, есть подозрения, ответят сходу, я не специалист, я посчитаю. Что написано в этой строчке? В этой строчке написано, давайте аккуратно напишем, что y1 это есть t1,1 на x1 плюс t1,2 на x2 плюс t1n на xn. y2 это t2,1 на x1 плюс t2,2 на x2 плюс и так далее плюс t2n xn. То есть здесь мы пробегаем по, должны пробегать по первой строчке матрицы Т, индекс 1 у нас не фиксируется, ну да, ну соответственно yn это tn1 x1 плюс tn2 x2 плюс, это двойка, плюс tnn xn. Хорошо. Теперь что у меня будет? Как мне считать производные? производные, что такое производные по x1? ну мы как-то привыкли писать для функции, но я могу и для функции, но это то же самое, что и для операторов, то есть если я хочу, ну давайте напишу для функции, а потом ее сотру. Если я хочу какую-то функцию продифференцировать по x1, но хочу перегнать это в новые координаты, у меня начинается производная со сложной функции, а давайте не по первой, а сразу по катой, по какой-то катой компоненте. Значит, что я должен делать? Я должен продифференцировать u по y1, потом умножить на dy1 по dxк, потом я должен продифференцировать u по y2 и умножить на dy2 по dxк, ну и еще тут сколько-то слагаемых до n. Давайте попробовать смотреть, что это будет. Что это будет? Это будет... Кто такой dy1 по dxк? Кажется, это y1 по xк, y1 по... Это t1кт. t1кт. Вот эта штука из нашей матрицы. Умножить на du по dy1. Плюс t2кт. Это вот эта вещь. Умножить на du по dy2. Хорошо. Ну и так далее. Последнее все закончится. На tnкт. На du по dy1. По-видимому, так. То есть это вот как записывается вот эта производная. Давайте я вот этот знак равно уберу. Здесь напишу du по dxк. Ну, собственно, я переписал эту вещь. А теперь напишу это... Не напишу, а чуть преобразую эту формулу с помощью тряпки, чтобы это было как равенство операторов. А что такое равенство операторов? Я просто везде сотру функцию u. То есть оператор дифференцирования по xкатому. Это есть t1кт на вот эту штуку, t2кт вот на эту штуку, и tnкт на вот эту. Когда стояла буква u, это все просто было написано, что для любой функции u это действует так. Ну, значит, это одинаковые операторы. Хорошо. А это по-видимому означает, что можно это записать и в векторном виде. Слева это будет стоять вектор градиента, вот стоит его катая компонента. Чему же она равна? Она как-то выражается через все компоненты вот этого вектора. А с помощью какой матрицы? Какой-то матрицы, очень похожей на t. Но только внимание, суммирование идет... Суммирование здесь, в каждой такой строчке идет по первому индексу. Вот этот индекс k, второй, фиксирован, идет суммирование по первому, значит, второй индекс фиксирован, значит, у нас фиксирован, мы пробегаем по столбцу матрицу t. Это не она. Это t транспонированная. Ну, хорошо. Давайте мы подытожим. Вот то, что я сейчас сказал, что если я делаю вот такую вот замену, y равно tx, то градиенты, соответствующие градиенты, связаны вот такой вот вещью, вот таким соотношением, градиент по x равен вот этому. Но, в общем-то, у нас тут в традициях что-то везде новое писать через старое. Вот здесь вот я новое написал через старое, но здесь мы получили старое через новое. Ну, ладно, я не боюсь, я тоже умножу на обратную матрицу. Этот равен t транспонированное минус первое и умножить на градиент x. Вот как преобразуются компоненты градиента. Хорошо. Вот этого вот вектора, вектора градиента, или там, не знаю, вот такого вот векторного дифференциального оператора. Ну, а давайте вспомним, а что у нас есть. А мы тут говорили, а мы разговариваем вот о такой замене переменных. Ну, вот, собственно, я хочу, чтобы... Вот у нас, беру в паре с этим квадратичную форму, а кси кси, да? Так вот, я знаю, что квадратичная форма как-то меняется. Если я там делаю какую-то замену, это равно c на кси, да? А что вот с этим? А это тоже как-то меняется, но вопрос, как меняются координаты вот этого вектора. Координаты этого вектора меняются вот в соответствии вот с этим законом. Опять-таки, новый вектор, вот здесь вот написано новый через старый, они связаны вот так. на градиент х. Так, в общем-то, если я теперь возьму матрицу С, вот эту, ровно как вот эту матрицу, ровно матрицу С, равной вот этой, то у нас получится, что компоненты этого, вот этой квадратичной формы с этими градиентами будут преобразовываться ровно так же, как квадратичная форма. Ну, что-то у меня не очень получилось это все, кажется, убедительно сказать. Давайте посмотрим на теорему, а что у меня там написано в теореме, ну, в этом утверждении. Коэффициенты при линейной замене преобразуются ровно так же, как коэффициенты квадратичной формы. при такой замене, где Т и вот это связаны вот таким образом. Ну, а я, собственно, предлагаю матрицу С выбирать какой? Вот той, которая написана вот здесь. Нас не очень интересует, какая замена вот здесь, какая замена в этих переменах. Нас интересует, вот в принципе, раз эта главная часть записывается через векторы градиента, что происходит с ними. С ними что-то происходит. А с ними, если они как-то меняются, вот эти вектора, что если это равно С на Акси, и если градиент У равен С на градиент Х, то какая разница, как я обозначаю вектор? Обозначаю ли я его вот такой буквой, или я его обозначаю вот такой? А новый такой или такой? То есть это будет преобразовываться все одинаково, если здесь и здесь стоят одинаковые матрицы. Другое дело, что как вот та матрица, которая стоит вот здесь вот между градиентами, связана вот с этой линейной заменой. А это я просчитал. Ну и связана она вот так. Ну и, соответственно, вот мы и получили, что все можно привести, если правильно выбирать матрицу, то, грубо говоря, до чего мы можем довести квадратичную форму, а именно до такого вида, до того же можем привести и главную часть этого уравнения. Единственное, что линейную замену надо выбирать аккуратно. Это не так, чтобы там и там одинаковые матрицы. Ну а так, как сказано в этом утверждении, все закончилось. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok